Он выбирает неожиданные места, часто забывает о вывеске и недолюбливает помещения, в которых есть сцена, другой театр. Этой осенью мы знакомимся с самыми смелыми, свободными, скромными и странными коллективами. Одна неделя, одно знакомство, одна история людей, которые однажды решили открыть в городе свой личный маленький театр. Своим символом они считают ехидну, потому что много ехидничают. Свой театр часто сравнивают с пазлом, потому что он как мозаика, собран из сотни деталей. А ударение в названии просят ставить на последний слог – «Ерундопель». Так звучит интереснее и немного по-французски. Молодежный театр-студия «Ерундопель» – это в первую очередь люди. Необычные, творческие, экстравагантные. Далеко не всегда у них есть профессиональное актерское образование, но обязательно страсть к театру. На самом деле люди совершенно разные все, что меня больше всего радует. Потому что в театре не может быть инкубаторских. Здесь каждый по отдельности, сам по себе личность. Но это мое мнение исключительно. Потому что актер все-таки должен из себя что-то представлять, как человек. У него должно быть собственное мнение, какие-то уже жизненные опыты, навыки, какая-то практика жизненная, что ли. Этой зимой «Ерундопель» отметит девятилетие. Начиналось все с театральной студии в районном ДК. Спустя время театр все так же фонтанирует идеями и ставит необычные спектакли. Только вот площадки у него нет. Ко всем эпитетам, которыми награждают театр – дерзкий, сумасшедший, яркий – прибавилось еще одно определение – бродячий. Сегодня бродячая труппа репетирует в зале молодежного центра «Акбарс». Скоро состоится премьера новой постановки «Ведьмы». Придет такой добрый молодец, наврет, навещает, все, что ему нужно, выпытает, обманет и удерет. Ни благодарности, ни честной расплаты, ни жди. Мы так обозначили его триллер-нуар, он такой волшебный у нас, такой мистический, загадочный, даже можно сказать. Что вот про него сказать? Ну там тоже это не какая-то пьеса, это сборник из нескольких рассказов, из нескольких произведений, разных авторов причем, как и русских классиков, так и даже Стивен Кинг у нас даже там есть. Потому что вот это состояние самого страха человека, то, чего он боится, может быть, даже, когда он даже зря боится, если там что-то в темноте, это один из самых древних инстинктов, и нам захотелось его поисследовать. Как он будет выглядеть на сцене, как он будет воздействовать на зрителя. И, соответственно, что-то из этого вывести уже более такое крупное, общее. Что людьми движет в этом случае, да, и что из этого получается, какой будет результат. Есть ли что-то такое магическое в каждом человеке, или этим какие-то определенные люди обладают. Естественно, там будет и страшно, и мурашки будут бегать, и какая-то атмосфера такой магии, волшебства, колдовства, она должна быть, поскольку мы такую тему затронули. Но, с другой стороны, как любая вещь в театре, она прежде всего о человеке и для человека. Ерундопиль притягивает самых разных людей. Олег Горсков пришел в театр, когда был студентом Казанского института культуры. За пять лет, говорит он, поменялось все – и его характер, и восприятие себя, и даже учебное заведение, в котором хотелось бы учиться. В 2016 году Олег поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт. Очень театр мне помог раскрепоститься, потому что, когда я пришел в 2013 году, и это была такая куча зажимов вообще у меня. Вот я вот ходил вот так, вот закрывался весь. Это было очень прям вообще страшное зрелище такое, да. И вот со временем, благодаря актерским тренингам, вот благодаря, собственно, коллективу, то есть ознакомишься с новыми людьми, общаешься, да, там вот ездите на фестивале, тоже общаетесь, и все равно раскрепощаешься, то есть чувствуешь себя свободнее, да, начинаешь там не бояться, например, той же самой сцены. Слово «богиня» навевало мысли о красоте, да, вот, Венера или Тиана. Мы видели их статуи, образцы совершенства. Мы слышали выражение «хороша, как богиня». И вдруг это ведьма. И вдруг это ведьма, старая космаркаря, да, злая. И вот наша богиня, смешно это было, не веба. Регина Доронина – непрофессиональная актриса. Семь лет она работала гидом, жила в разных странах и не думала ни о какой сцене. Вернувшись домой, в Казань, вспомнила свою давнюю мечту и оказалась в театре. Это моя детская мечта, на самом деле. Я еще вот недавно просматривала как раз видеозаписи, с видеокассет, да, и там мне 9 лет, и я там говорю, что я очень сильно хочу быть актрисой. Но потом мечты, они так трансформируются, иногда забываются. Ну вот я сейчас ее вспомнила, и мне захотелось попробовать и быть поближе к этому. Молодежный театр-студия «Ерундопель» родился в феврале 2009 года. Характер яркий, слегка безумный. В команде около 20 человек, в постоянном репертуаре 7 спектаклей. Себя ребята называют «бродячей труппой» и мечтают о том, чтобы у театра появилась собственная площадка. В своем маленьком театре ребята все делают сами. Они и актеры, и сценографы, и костюмеры, и осветители. Они осваивают новые роли, умудряются ставить спектакли в свободное от работы время, репетируя где придется. Они раскрываются, меняются. Иногда, благодаря театру, полностью пересматривают свою жизнь. В первую очередь, что бросается в глаза всем, у меня изменился голос. Несмотря на то, что я работала гидом-экскурсоводом, в принципе, я очень много разговаривала, но оказалось, что голос у меня был совершенно неправильный. Я разговаривала на горле, если вы это понимаете. А мы в театре учимся разговаривать правильно, на диафрагме, чтобы своим звуком, звуком своего голоса, можно было наполнить огромный зал. И сейчас я научилась разговаривать правильно. Я не всегда, конечно, так говорю, но это первое, что бросается в глаза всем людям, которые меня давно не видели. На сцене, когда играешь один персонаж, например, доброго персонажа, а потом нужно в следующем спектакле сыграть какого-нибудь злого. В одном спектакле маленького играешь, в другом взрослого. И то есть это каждый момент, нужно улавливать, например, технику речи, как разговаривает взрослый, как разговаривает ребенок, как у него физика работает. Вот это же все очень интересно. Это же все узнаешь, когда это так замечательно, потом так смотришь на себя со стороны и думаешь, «Боже, это я, что ли? Какой кошмар!» Такими вещами приходится заниматься, которыми, может быть, на обычной работе, там, не знаю, с 9 до 5 я бы и в жизни-то не занималась никогда. Потому что приходится осваивать параллельные профессии и художника, и сценографа, и в коем мере литературного работника и так далее, и так далее. То есть очень много смежных профессий. Театр меняет, делает проще и легче, открывает новые возможности. Лучше всего об этом знают они – люди, которых театр однажды объединил. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк. Каждая ваше сердечко приближает театр к победе в конкурсе зрительских симпатий «Малый театр Казани». Субтитры создавал DimaTorzok